всем привет как выключить там узел это сейчас разберусь тут новая тачка у меня шучу я toyota land cruiser prada дали мне съездить по своим милан нормально точила такая я бы тоже себе крузака купил но пока нет никак итак новое видео на канале о чем видосик будет сегодня я поехал смотреть тачку это конечно не владивосток но тачка honda freed семиместная 2011 года считаете что как будто я поехал через 200 метров поверните направо а затем поверните налево по деньгам намного интереснее чем во владике но это будет проходить в городе новосибирск поэтому как-то так путь у меня в владивосток пока не складывается хотелось бы конечно но пока как есть так что произошло поверните направо а затем поверните налево на бульвар молодежи автомобиль honda freed не spike обычный фрицем местный он ударенный в переднюю часть сейчас поедем посмотреть насколько все там глобально по цене цена подарочная ну скажу наверное ну могу сейчас сказать на старте было 470 что ли 480 в общем сейчас уже стартовались 430 но я почему-то прям хочу 400 у меня прям эта цифра мне приятнее намного вот цвет серенький ничего там треша никакого нету по моему крайне мере автомобиль заводится нормально естественно телевизор под замену но это я вас уверяю не критично что будет с этим фридом я не знаю возможно я его поменяю с теидой ну в смысле через 200 метров поверните налево на улицу героев труда фрид оставлю в семье иду продам но это пока не точно так что пока едем посмотреть а там будем принимать решение как говорится что нам делить шкуру поверните налево эту машину мы еще не купили на поэтому рассуждать что с ней будет пока смысла никакого нет поехали посмотрим пока на улицу у нас снег пошел такая погода ну что что давай давай быстрее в темпе давай вальс на все пурнана тема вообще четырехлитровый прадик это вообще через 200 метров на светофоре поверните направо на проспект строителей но сибирский брали да ну я имею ввиду смысле не володи восток а он на липучке как бы мы брали его с эти резины мы его брали в июле 10 дней отъездила разбил все всякую за рулем сын даже скачь конечно да сейчас здесь просто крыло помялось а у него ох ты стойка тоже что а аукционный лист у него да есть а сколько там отметка но он вообще есть это не уйдет ничего у него одна электро дверь до пробег у него какой на аукционе проверили настоящий ну мы поставили на учет аукционный листом по китайски иероглифу написано на блачу должно быть так лобовит тоже на она и на эту такая же бумажка есть ну может бардачки здесь у нас что получается крыло но менять по дверям здесь тоже не знаю печально стойка сто процентов капот на крыло фара усилитель все радиаторы здесь телевизор фара вам да я на видео записываю для маляра короче бампер радиаторы усилитель здесь вот это все потроха вот это печаль лобовик а ну и безопасность а чё надо было стекло то закрыть вот такой фрид это фрид гибрид это не бензин это гибрид шестиместный он идет единственное что мне не понравилось там хотя стояла магнитола хорошая примерно вот такая была они ее в общем сняли и поставили себе вот на тот второй фрид это они когда этого разбили сын разбил у них они того купили вот этот фрид я забрал за 415 ой 417 тысяч рублей ну сейчас я эти три тысячи сэкономленные отдам за эвакуатор все по запчастям я посмотрел все в новосибирске есть можно даже телек найти в цвет фары вообще там что по полторы тысячи стоят вот бампер не знаю не смотрел крыло переднее левое целое в общем переднее правое крыло там бампер ну короче по мелочам попозже все расскажу сейчас ждем эвакуатор и поехали вот сейчас еще человечку который вариант нашел трешечку закинул так ну как говорится за помощь поэтому вот как то так сейчас дождемся эвакуатор загрузим я поеду к друзьям делать пельмени эту тачку уже там человечек у меня маляр заберет встретиться и будем я пока буду в крыму но он будет заниматься восстановлением ну вот и все друзья мои и мы загрузили фрида гибрида фрид гибрид фрид гибрид по салону вообще реально потом нищим вам покажу я офигел вообще машина 130 тысяч пробег она в россии получается с июля они научат постоянно и разбили через неделю состояние ну я не знаю новой машины реально и по низу ну по кузову понятно что скорее всего там будет крашен на полу машину уже ну постараемся конечно морду хотя бы в цвет найти но там у нее еще правой двери покорябаны крыло точно красится будет заднее чуть-чуть вот и аукцион у нее правда я не видел но уже дверь крашена походу в японии было или что не знаю или тут мы красили аукцион хозяева потеряли ну может просто говорят так сказали что это что из дома в дом переезжали и поэтому короче половина документов не хватает а так у него ПТС все дела ну и вот скажите мне понятно что сейчас уйдет там какое-то время на его восстановление да я вот посмотрел фары там по полторы тысячи самое дорогое это подушки безопасности там безопасность это на все про все рублей 15 уйдет при том они меняются отдельно то есть руль можно поменять и торпеду можно поменять ну в смысле перешивать ничего не надо проблем с этим нет крылья тоже там копейки стоят в цвет капот пять рублей что ли шесть в цвет телевизор тоже недорого ну сколько он выйдет мне там ну я не знаю ну ну пускай ну пятьсот он мне обойдется я за него четыреста двадцать ну пускай там со всеми делами четыреста двадцать три мне четыре выйдет ну четыреста двадцать пять запчасти работают ну пятьсот он на липучке то есть гибрид это ребзя это гибрид то есть это не бензин да поэтому я думаю неплохо будет но им хорошо что у них сын вот это ихний попал в ДТП но он был ну не виноват виновата была там короче при огоне он шмякнул там в зад короче догнал ой Киа Рио получается а так в целом я я в принципе считаю нормально ну на сегодняшний день ну я еще правда не знаю что с ним будет может быть он жене останется я ну не буду сейчас загадывать потому что не знаю ну лонжероны у него целые сто процентов стаканы лонжероны все целое телек поменяем ну и еще у него получается коллектор впускной он короче на нем трещина ну там обычный мотор стоит этот ЖА ой как там у них называется на Хонде то есть там проблем нет ну сколько он стоит ну 5 рублей тоже там поменять его делов вообще немного поэтому вот такие вот покупки у нас шли ну и смысл мне ехать допустим во Владивосток покупать его там за я вот посмотрел бензин обычный 2009 года продавался там в телеграм канале за 690 плюс 100 ну рублей 60 и уходит на дорогу вот 750 он выйдет 2009 год бензин ну не знаю здесь 2011 год гибрид я думаю прям нормально самое главное резина липучка я говорю единственно что да с монитором они конечно сняли магнитолу ну ничего прорвемся ладно все на этом я думаю будем закругляться а там уже дальше разберемся вот такие движения у нас бывают вечерние воскресные всех обнял пишите кстати в телеграмм просто автобизнес Новосибирь забивает на английском и будет вам счастье это снова я это снова я Володенька у нас следующий день и знаете что я выяснил вдруг неожиданно понял это к вопросу о том что вы когда покупаете битую тачку вы все моменты все нюансы все изучите все поймите просчитайте и так далее в общем что произошло этот фрид который я взял он рестайлинг то есть у них оказывается с восьмого там по одиннадцатый это первая модель с одиннадцатого по какой там шестнадцатый в смысле рестайлинг вообще был в 2011 году 2011 год он переходной и получается что запчасти на до рестайлинг стоят копейки в прямом смысле то есть там на УСКАД целиком можно купить там за двадцать тысяч в Владивостоке ну на УСКАД это понимаете да телевизор радиаторы фары и так далее только без капота но и без крыльев да вот и их очень много вот этих запчастей фару можно купить там по тысячу триста я вчера говорил решетка радиатора это вообще не проблема бампер там три тысячи что ли стоит в цвет можно все найти а вот с рестайлингом проблема с рестайлингом нету запчастей просто нет ни фар нету есть какие-то фары я видел уставшие капот вообще не знаю подходит там с рестайлингом не подходит в общем надо во все это вникать телевизоры подходит он с дориста на рест либо нет я думаю подходит хотя не знаю в общем во владике даже нет это надо будет через кого-то заказывать с кем-то договариваться полностью брать на ускат и поэтому это будет уже дороже значительно чем я планировал и как то вот такие вот дела поэтому не знаю ну в общем два варианта здесь можно так его выставить потому что они его даже не выставляли можно сделать с него дорис то есть морду запилить ему от дориста будет намного дешевле но не знаю были ли гибриды дористайлинговые я не знаю вот от спайка морда к нему не подходит значит если фрид дорис делать зад будет рест ну в смысле фонари там я так понял отличаются перед будет дорис ну чего попало поэтому вот такие вот друзья если у кого-то есть выходы на запчасти ну к примеру вот на мой фрид гибрид я даже не знаю отличается гибрид от обычного фрида или нет ну то есть вот эти все моменты я не в них просто побежал посмотрел поэтому сейчас будем заниматься поиском запчастей и восстановлением наверное фрида только что с него получится не знаю рест или дорис если не будет рест запчастей ну сразу говорю с него будет дорис ну как бы это сейчас не звучало да но вариантов пока я не вижу все вот на этом теперь точно закругляемся кстати заглянул под это днище да посмотрел вообще ни одного рыжика вообще ничего но это в следующем видео покажу состояние днища 130 тысяч пробег машина ну реально как новая что по салону что по ну по днищу все друзья теперь точно все ребята всем привет это 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok